Кармелит, вот ты мне скажи, у кого вся семейная жизнь театр, а люди в ней актеры? А можно ли присудить премию самому себе? А самое главное, что больше всего любит есть кот Матроскин? Вот сейчас придут мои гости и все расскажут. Да, Кармелитушка? Ну давай, кормлю тебя, что-то молочко. А, ну побольше. С вами программа «Гости по воскресеньям», я ее ведущая Ирина Муромцева. И сегодня у меня в гостях необыкновенные люди. Начну с представления главного гостя. Этот человек заслужил не только огромное количество званий и премий, но еще, конечно же, безграничную любовь зрителей. И всех людей в нашей стране. Олег Павлович Табаков со своей семьей, потрясающей актрисой Мариной Зудиной и детьми, сыном Павлом, тоже актером, и Машей, дочерью. Ну и еще пока школьницей, да? Хотя все впереди. Здравствуйте, дорогие гости. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начну я по традиции со слуха. С 95-го года вы, Олег Павлович, вручаете премию своего имени в области искусства. Скажите, это правда, что после того, как в этом году премия имени Олега Табакова была вручена ее лауреатом, стали вы сами, вы решили, что и все, как бы круг замкнулся, больше премия существовать не будет? Нет. Вы знаете, это причина весьма прозаическая. Все деньги, которые я заработал в течение моей длинной и глупой жизни, были утрачены полгода в результате мошенничества банковского. Так что пока не возвратим. Награбленное. Придется потерпеть. Ну, я думаю, что вселенная справедливо работает, так что каким-то образом волшебным это должно все быстро возвратиться. Премия замечательная. Каждая формулировка этой премии необыкновенно точна. Вы... Ну, это достоинство не мое. Это достоинство директора нашего подвального театра Александра Сергеевича Стульнева. То есть все формулировки он придумывает? Моей покойной сестры Наташи формулировки он делает. Ну, я просто позволю процитировать. Вот премию Михаилу Жванецкому вы вручили с формулировкой «За мою любовь к твоему творчеству». Или вот премия, например, заместителя директора по работе со зрителями МХТ Натальи Виноградовой «За профессионализм и упорство в обретении права ответить зрителю на сегодня все билеты проданы». Что-то я иногда там... Ну, вы знаете, я хочу вам предложить одну не игру, но тем не менее, если бы сейчас была премия, и вы могли бы вручить свою премию им, с какой формулировкой вы отдали бы ее вот этому человеку? За талант. Хоротко и емко. А вот этому? За то же самое. А вот этому хорошо знакомому вам, близкому другу? Опять-таки, за то же самое, ну и просто за знание его более чем 50-летнее. А вот этому человеку, Олегу Павловичу? Это подруга дней моих суровых. Это да. Это товарищ по самому раннему этапу рождения театра «Современник». Наш вождь и учитель Олег Николаевич Ефремов в свое время вот собрал семь человек и довел их до того, что они стали ответорганизаторами этого театра. Ну, я бы сказала, что если бы не эти семь человек, то, наверное, театр в нашей стране выглядел бы на сегодняшний день совсем по-другому. И вряд ли бы была у него такая история. Ну, вы знаете, давайте тогда все-таки вернемся чуть раньше, в 43-м году, когда только-только арестовали фельдмаршала Паулюса. И даже Господь Бог еще не наверняка решил, кто же победит, Гитлер или Сталин. Советское правительство по настоянию, очень твердому настоянию Владимира Ивановича Немировича Данченко. «Открыла школу-студию МХАТ». Вот если бы этого не случилось, то у нас не было бы Ефремова, Болчок, Парисова Олега там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, первое, что мне удалось сделать в восстановлении справедливости, это памятник, который был открыт в Кемергерском переулке. Владимира Ивановича Немировича Данченко и Сталин Сергеевича Неславского. Про премию я хочу спросить Марины, потому что Марина трижды лауреат этой премии. Это оказалось даже больше. У них связи. Да, вы к этой премии относитесь скорее как к какой-то похвали, как к комплименту, или все-таки это для вас ответственность и мотивация такая серьезная, чтобы и еще премии получать? Ну, она такая живая, на самом деле, это оценка, наверное, того, что ты сделал за год. Вы знаете, она, так сказать, имеет одно достоинство. В ней не участвует власть имущий. То есть в распределении этой премии не участвует ни министр, ни она, ни она. От души, в общем. Ну, в общем-то, да. Уже есть премии, но мне интересно узнать, легко ли заслужить похвалу Олега Павловича не как артиста, а вот как сына. Простите, а можно я, Паш, прости, пожалуйста, просто про похвалу сказали. Я хотела сказать, у меня, наверное, больше опыт. Очень сложно, он фактически не хвалит. Я помню, снимали фильм к очередному юбилею Олега Павловича, и Володя Машков, который, ну, как бы рассказывал об учителе, он сказал, я всю жизнь мечтал, чтобы Олег Павлович Табаков сказал, Володя, какой ты молодец, чтобы вот услышать эти слова, вот такой похвалы. Олега Павловича нет, он говорит конкретно по делу, так что то, что касается похвалы, вот, я за всю свою жизнь, ну, может быть, вот через какие-то поощрения, да, но он не из тех людей, которые хвалят. Да, а если и бывало, то за что? Тяжело в плане того, что, как бы, мы все друг друга в семье любим, и мы достаточно трезво друг друга оцениваем. И когда мы выпускали спектакль по пьесе «Гнездо глухаря», год, когда я не родился, Олег Павлович не очень меня... Хжурил, да, в общем? Да, на что я, как бы, достаточно такой форме отвечал, что будешь режиссером ты, и я буду тебя слушать, а сейчас режиссер другой, поэтому я слушаю его. Маша, а тебе похвалы мамы и папы легче, наверное, достаются? Все же такие, ты доченька, да? А за что папу может похвалить? Ну, не знаю, если ты, допустим, что-то хорошее сделал... А что ты хорошее? Олег Павлович, строгий папа? Она учится в школе английской. Ага. И там, ну, отличающаяся от нашей программы, так сказать, система обучения. Сложно. Образование. Дай договорить-то, подруга. Ну, вот, и она сама, добровольно, у них есть вот такая уже вышка, экзамен, он называется Кембридж, и вот она полезла в это, так сказать, состязание. Это вы ее к этому подвигли или сама? Я сама захотела. Ну, вот таким легким способом нам удалось еще получить для Маши похвалу. Машуня, а что в коробочке-то у тебя? Ты сидишь, все... Да, я все вам хотела подарить. Это вот такая вот чашечка. Я узнала, что вы здесь чай пьете. Спасибо тебе большое, спасибо, да какая красивая, я ее вытащу и себе поставлю. Спасибо большое, буду из нее пить чай. Ну, я хочу и вам, и нашим зрителям показать, как проходит один день из вашей жизни. Ой, это Машка? Это Машка. О, слушай, такой кульбит. Пороче, иди сюда. Папа очень добрый, смешной, ласковый. Он всегда любит пошутить. С ним нельзя скучать. Заслоняй, пока разрешали. О, разрешай! Олег Павлович, мы не снимем если так. Если вы будете кривляться, я долго не могу улыбаться. Это ваша проблема. Мама аккуратная, всегда поправить, если что-то не так сделаешь. Тоже доброе. Ну, кто-то надо будет чуть-чуть грудь прикрыть, да, получается, а здесь, наоборот, есть. Я хочу пойти по стопам папы стать актрисой. Я уже в четыре годика на его юбилеи выступала. Меня уже тогда это внахотновило. Ну, чего? Так же садимся и жарим, да. Синий платочек. Или... Было. И все? Да. Да. Нет какого-то ощущения там, вау, я вышел на сцену, или вау, я вышел на сцену. Есть как бы эта работа, которая мне нравится, я ее выполняю. Я пою о том, о чем и как думают миллиарды людей на земле. Кстати, я ведь не дура. Я заметил, как хорошо говоришь по-русски. Где ты выучил наш загадочный эскифский лебед? Am I speaking Russian? Yes. You didn't notice. Sorry, I don't know Russian. Strange. АПЛОДИСМЕНТЫ Если Бог даст силы и еще время на жизнь, надо увеличивать количество людей, которые будут награждены. Меняется времен суровость, теряет на весну слова, талант. Единственная новость, которая всегда у меня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, все? Все. А со стороны, мне кажется, я выгляжу по-другому. АПЛОДИСМЕНТЫ По-другому? Да. Иногда полезно. Полезно, полезно на себя со стороны посмотреть. Олег Павлович, скажите, пожалуйста, вот все-таки у актеров в 21 веке появилась еще вот эта вот новая миссия, когда помимо своих прямых обязанностей нужно еще в съемках участвовать, в журналах поддерживать какую-то вот эту публичную... Нет, это просто. Мне ничего не... Я никому не должен ничего. Я должен маме с папой Васильевичу Топоркову и... Вот я и хотела знать, как вы к этому относитесь. Чистичто вот Олегу Николаевичу Ефремову. А больше я никому не должен. А что касается вообще современных каких-то реалий. Вот вы с интернетом на вы или на ты? Если встречусь с ним на улице, не поздороваюсь. Нет, не узнаешь. Он провел в какую-то деревушку, и там бац, не выходя из дома, смотреть спектакль, скажем, в интернете. Вот вы к этому как? Почему? Потому что театр – это праздник. Согласна. У нас в Саратове был такой театр юного зрителя. И вот когда я... У меня появлялась возможность, она появлялась регулярно, потому что я жил в коммунальной квартире, там было восемь комнат. И одну из них занимала семья профессора-психиатра Владимира Григорьевича Катца. Ему театр присылал билеты. Пятый ряд, девятое и десятое место. Ну, он не особенно любил ходить в театр, поэтому все эти билеты бесплатные были мои. И вот когда я знал, что я пойду в театр, я с утра уходил, сбегал из школы и сразу отсидел два урока и тадам. И смотрел на эти фотографии, а вечером смотрел спектакль. Это были праздники мои. Я вот прошел, говорю. Представляю себе. Ну, вот все-таки бы люди современные, пользующиеся интернетом, как бы отнеслись к этой идее, если бы спектакли с вашим участием оказались в интернете? А вы знаете, что так оно и есть. У нас даже в Польше открывался театральный фестиваль, и не успели туда, как бы, ну, не сложилось так, не смог идеальный муж поехать. И мы играли в прямой трансляции. И как люди реагировали? Нам сказали, было замечательно, мы играли с титрами, то есть все это было заранее продумано. И, да нет, мне кажется, и МХАТ, кстати, принимает в таких акциях участие. Марин, по поводу вашей карьеры и, например, работе в кино, тут тоже очень трудно сделать выбор в пользу кого-то еще и работы где-то и с кем-то еще. И, соответственно, получается, что не так много ролей в кино сегодня. Или с чем это связано? Ну, знаете, слава богу, это не связано с какими-то жертвами. А может быть, не зовут, потому что еще боятся вот этой ответственности? Она ж Зудина, жена Табакова, эта штука. Нет, ну, во-первых, конечно, я думаю, что ерунду не предлагают, потому что я определенные статусы имею в театре, и я определенную драматургию играю. Но я думаю, знаете, с чем связано на самом деле? Интересного мало, потому что мало учитывают средний класс в принципе. Я считаю, что раньше в обществе не было такого расслоения, как сейчас, безусловно. И возможности людей не так разнились, и уровень жизни не так разнился. А сейчас все-таки, когда мы работаем и стараемся охватить очень широкие массы, сейчас очень социального много, а вот так вот лирики о любви, о том, что у людей, которые живут достаточно благополучно, тоже много проблем. Как ты считаешь, что живут благополучно? И слава богу, зачем нам про их проблемы снимать? Ну, может быть, отчасти я тоже с вами соглашусь. Маш, а вот ты решила для себя, что будешь актрисой, или это просто сейчас такие твои желания? Все-таки, смотри, по папиной линии все врачи, может быть, в медицину. Я чувствую, не хочется ставить эти уколы, я их халовую. Уколы, почему? Сейчас же можно быть косметологом и вообще... Дочь, хочешь быть зубным врачом? Нет. Профессия тяжелая, согласна? Да. Но почему такой выбор? Не знаю, я люблю учебные. Потом все равно все всегда будут говорить, а, ну, это дочка Табакова и Марина Зудина, и, конечно, ей это все сразу досталось. Или наоборот, ей, наверное, должно быть очень тяжело, потому что ответственность... Встану на защиту, Манькину, это было одно из годовщин празднования. И вот она выскочила на сцену. Я так посмотрел, о-о-о, подумал я, и это далеко, пойдем. Ну, у нас, в общем, уже все понятно. У нас вот единственный человечек, когда мы говорим про похвалу, вот, наверное, да, Паш? Да, это... Это Маша. Вот у них какая-то такая любовь, конечно, безусловная. Мы немножко так с Павликом в стороне. Вот возвращаясь к тому, что все в вашей семье занимаются одним и тем же делом, так уж получилось, как вам внутри семьи получается находить и взаимопонимание, и, не знаю, какой-то интерес к друг другу? Кому-то вот некомфортно, когда занимаются одним делом. Мне почему-то нравится, когда есть еще что-то, что объединяет. Ну, скажем так, я вот, например, становлюсь с возрастом менее консервативно, вот. А Олег Павлович, наоборот, как мне кажется, с возрастом становится чуть более консервативным. А с Павликом мы, наверное, вот там в какой-то такой период, да, больше, например, на одной волне. Мы работаем с одним режиссером, и какие-то вопросы, которые у него возникают вообще и по кино, и по театру. Но мы делимся этим, нам интересно. Здорово. Ну, вот насколько вы единодушны, и насколько вы друг друга понимаете, я бы хотела провести в одной такой небольшой игре, она называется «Или-Или». Я буду предлагать вам альтернативу, а каждый из вас пусть сделает выбор. И интересно, насколько вот вы в этом похожи друг с другом. Москва или Саратов? Для меня Москва. Олег Павлович, Москва или Саратов? Я не могу сказать, что я москвич. Это, наверное, вот, когда уже помру, то, может, люди скажут, а-а-а, вот он там, то-то, то-то, да? А сейчас Москва или Саратов? Ну, это ответственная вещь. Нет, наверное, все-таки Москва, потому что тут многое уже сделано при моем участии. Маруся. Москва. Ну, все равно немножечко там в глубине, да, Олег Павлович, Саратов. Саратов. Безусловно, даже для меня. Театр или кино? Не надо сравнивать. Театр. 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 Театр – это волшебное место. Я вам так скажу, что вот мне довольно регулярно, когда я играю в спектакль, приносят цветы. Ну, вот самые щемящие, что ли, душу моменты – это вот когда идет такая женщина и несет один цветок мне. Ни на что не променяю. Понимаю. Голову отдам. Пес Барбос или Матроскин? Матроскин. Ну, да. Даже как-то даже не надо сравнивать. Нет. Мне правда еще Гарфилд нравится. Матроскин – это основа, как говорится, здорового быта. Это, как говорится, сметана. Самая такая свежая. У меня еще был волк, который говорит, ну вот, по бане, а то все мама, да мама. Это все так. Дарить подарки или получать подарки? Дарить. Ну, ладно, я заметила, про че я спрашиваю. Хорошо. Жена Зудина или актриса Зудина? Как сказал бы гемец какой-нибудь. Это у меня Цузамин. Есть. Видите ли, Марина Вячеславовна, она ведь еще и ученица моя. И когда она играет хорошо что-то, по-настоящему, то это означает, что да, вот… Не зря. То, что вложено, проросло. Смешить людей или заставить плакать? О, вы знаете, смешить труднее. Да, труднее. Мне тоже проще самой поплакать. Меньше актеров умеют смешить. Понимаете? Гораздо меньше. Там разжаловить многие могут. А вот это вот… Это правда. Играть в театре или руководить театром? Никогда бы я не стал руководить. Олег Николаевич помер. Знаете, и когда глава семьи помирает, то никаких рассуждений. Ну, горит дом. Надо становиться в очереди, передавать ведро. Вот и все. Паша, а вы смогли бы в какой-то момент, ну, когда-нибудь, как-то уже став сильно взрослым, представить себя на месте руководителя театра? Ну, я думаю, я не готов. Бутерброд во время обеда или посреди ночи? И во время обеда, и ночи тоже. И с утра, и днем, да? Ну, и последнее. Поесть или поговорить? Поспать. Поиграть. Играть на сцене… В общем, поиграть. Это прекрасное, веселенькое занятие. Ну, вот я вам рассказал про эту женщину, идущую с цветком. Ну, раз вы так любите поесть, поиграть, ну, и немножко поговорить, я предлагаю вам продолжить наш разговор, но уже за приготовлением еды, фамильное, семейное блюдо от табаковых, пойдемте готовить на кухню. Идеи хорошие, побольше таких. Хорошо, пойдем. Наша уютная кухня и гостиная вашему вниманию. Итак, девочки, прошу вас, проходите сюда. Олег Павлович, для вас почетное место, как орденоносца Ордена Почетного Легиона. Прошу вас, пожалуйста, вот сюда. О, хорошо. Чайок? Вот, что вообще готовят в семье табаковых, и кто что будет делать? Вы знаете, я, честно говоря, это не готовила уже очень много лет, я попробую сделать с хворостом, а Маша часто вот готовит мне салаты, я очень салаты люблю. Хорошо. Павел, но дома он ни разу для нас не готовил. Это вот он как бы сейчас еще самостоятельно стал жить, и он стал готовить стеки. Ну вот, вы и попробуете, сможете оценить, как ваш сын готовит. Отлично. Олег Павлович, ну, подождите, есть у меня к вам вопрос. У вас намешано четыре крови, ну так вот, если основных. Мордовская, русская, украинская и польская. Приверженец какой кухни вы все-таки? Русской. Почему? Потому что она разнообразная, в ней есть все от грешневой каши до зернистой черной икры. А Олег Павлович, вообще в быту капризный? Нет, 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 не капризный. Ты уж какой привередливый. Ну, мало ли, знаете, вот хочу, чтобы там... Нет, 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 это все мелочевка. А как вам кажется, вот в Марине есть какие-то черты, которые появились вот благодаря вашему влиянию, вашей мудрости? Нет, мне кажется, нет. Она саморазвивающая, как фикус. Ну, меня можно давить-давить, но я все равно как-то стараюсь подняться. То есть, несмотря ни на какие сложности, не унывать, несмотря ни на какие претензии сохранять, как бы, чувство юмора. Вот. Олег Павлович, но вы за 45 лет преподавательской деятельности воспитали огромное количество учеников. Вот как вам кажется, кого сложнее воспитывать, актеров или собственных детей? Вы знаете, так уж если говорить всерьез, то актеры, если они одаренные, если они награждены талантом от Бога, то они как дети. Я вам скажу, что я собственных детей никогда не воспитываю. Только личным примером. А меня сколько, Олег Павлович, зато воспитывают. Да? Да, все надеются воспитать. Я в каком-то интервью читала, что вы, например, по отношению к своим родителям были достаточно закрытым человеком, ну, то есть не делились с ними, и по отношению к вашим детям я вижу, что у вас совершенно другое. То есть вы открыто общаетесь друг с другом. Это вот заслуга чья? Это моя. А мне кажется, что касается все-таки воспитания детей, надо как бы пытаться понять друг друга. Вот и все. Вы Павла отдали в 14 лет в школу. Значит, отдали. Ну, его отдали. Не заходил бы, не пошел. Нет. Нет, это был такой мой осознанный более-менее к этому возрасту выбор. И просто я понимал, что если у меня не пойдет актерство, то даже общее образование, которое я получу в этом колледже, наголову выше того, которое бы я получил в школе. Это же колледж, который вы как раз придумали и открыли, да, Олег Павлович? Ну, а такого вот какого-то специального отношения, что вот он, мол, там, сын Табакова, и поэтому ему по блажке. Ну, нет. Нет. По поведению я был не самым лучшим. Я получал такие же наказания, как и все. А со стороны то, что вот он, сын Табаковым, и я на первом курсе выпустил работу с Олегом Павловичем. И Богомоловым гнездо глухаря, и после этого как-то все замечания сошли на нет. Вам приятно это было, Олег Павлович? Ты знаешь, это нормальный, естественный путь. То есть человек, как это, завоевал свое место. Вот и все. Я слышала, ну и сама, кстати говоря, замечала, что многие ваши ученики с возрастом начинают быть похожими на Табакова. Но появляются какие-то такие... Я считаю, когда начинался современник, мы все были похожи на Ефремова. Ну, как говорили во всяком случае. А потом, у кого был талант, те остались с собой. А те, у которых был талант, поменьше. У вас огромное количество сыгранных прекрасных ролей. Я сейчас говорю, в первую очередь, киноролей, потому что они более известны широкому зрителю. Есть какая-то, которая вам дороже всего. Вы знаете, наверное, все-таки первая моя роль. Вот этот мальчик, который хулиган мебель рубил. Ой, а можно я выставлюсь расскажу? Значит, у Олега Павловича был юбилей. В Саратове, значит, решили установить памятник. Ну, то есть слово памятник, Олег Павлович просто... Ну, Олег Павлович, там и слово памятник, а не какие-то... Ну, что, вообще, а? Короче говоря, оказалось, что это, слава богу, никакой не памятник. Это была скульптурная композиция, где Олег Павлович как раз в роли персонажа из Шумного дня, где он совсем молодой. Он идет по направлению к этому дворцу пионеров, собственно, из которого он вышел. А сзади, на заднем плане, образ кота Матроскина. Ну, дело не в кат... Да не образ, а кот Матроскин. Кот Матроскин, да. Но это просто, понимаете, получилась композиция, посвященная творчеству. Ну, такие вещи вообще для вас дорогого стоят, да, Олег Павлович? Ну, это не купишь. В вашей жизни довольно много наград. Вот есть совершенно разные, разного уровня. И есть ли что-то, что особую ценность для вас представляет? Или что-то, чего вы не добились и хотели... Я вот так скажу. Наверное, это было еще в том столетии, 95-е, я, конечно говоря, было лет 50, наверное, после победы. И из Паласовского райвоенкомата пришло одно письмо, а потом еще одно письмо. И Паласовский райвоенкомат сначала намекал, а потом просто открытым текстом выразил, что мы хотим тебе дать медаль за участие в Великой Отечественной войне. Я не мог, не мог на это пойти. Мама заведовала вторым отделением, лежачие были, бодные. Я приходил к ним в палату и пел что-то, стихи читал по любом лазарете, где дежурили доктор с сестрой. На рассвете умирает от раны герой. Это вам сколько лет тогда было? У меня было восемь. И когда я заканчивал это все, возле каждой постели была тумбочка. И они, не имея возможности, встать на бок как-то и туда лезли, лезли куда-то в недру этой... Тумбочки. Тумбочки. И вытаскивали кусочек рафинада весь в махорке. За это вам медаль решили спустя столько времени. Ну да. Ты отказался. И я подумал, нет, ну это нельзя. Большая все-таки часть ваших наград это те награды, которых вы абсолютно достойны. и самое главное, что вы постоянно находитесь в работе. Мне хочется узнать, что это такой за секрет трудоголизма и особой работоспособности. Я тебе скажу, это долги мои. Отец очень не любил, он никогда не рассказывал там про войну, там еще чего-то. А он все четыре с половиной года оборудовал. Однажды, когда уж я совсем прижал отца, я говорю, ну, по-другому хорошо. Ну вот ты за что? все там за родину, за Сталин. Всем поморочнел, молчал, молчал. Я воевал за мать-старуху, за жену-красавицу и за тебя выпер дышать. И я как замолчал, и вот до сих пор никак не могу понять, что надо было ответить. А меж тем, семья-то ваша, вон, сколько всего наготовил, Олег Павлович. Когда такой пир на весь мир-то последний раз был у вас? Давно. Давно? Спасибо вам. Олег Павлович, давайте потихонечку будем перебазироваться туда за стол. Я вообще готовый, пусть они торопятся. Да, готово. Ванька! Маша, рядом с папой, садись. Ах ты сюда хочешь? Ну, пай, садись. Это папина местечка. Ничего-ничего-ничего-ничего? Ну, вы наготовили. Олег Павлович, ну, как мясо получилось? Между прочим, это же премьера у Павла. Хорошая. А это правда? Это говорят, что Павел Табаков собирается жениться. Даже какое-то имя Маруся, по-моему, и актриса. Женись бы явно. Это преувеличенные слухи. Ну, вот. Я все-таки не комментирую. Ну, просто не периодически. Я замечательная. Это да, я не спорю, но просто не периодически. Девушка с кем-то женят. Олег Павлович, Марина, а вам вообще как родителям, как вам кажется, трудно будет угодить? Что это за девушка должна быть? Мне вообще не надо угождать. Я считаю, что главное, чтобы детям было хорошо. Это они должны любить, находить взаимопонимание и какую-то поддержку в лице того, кто рядом. Вот. А когда и у родителей складывается, это просто прекрасно. А Табаков мог бы стать лучшим голливудским актером? Или все-таки только... Да нет, но меня покупали. И в Голливуде покупали, и в Японии покупали. Мне кажется, даже если бы он занимался политикой или бизнесом, он был бы успешен. То есть, мне кажется, если человек талантлив, он, как ни странно, может заниматься не только одной профессией, но этот дар распространяется на какие-то другие области. Олег Павлович, вы в своей биографии вспомнили, как ваша бабушка Аня, вот я позволю себе презентировать, сказала, что все, что относится к роду табаковых, здорово и здорово. Это надо всячески поддерживать, оберегать, помогать расти и множиться. Вот ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, но это, наверное, ко всем он адресован. Что же все-таки такое быть табаковым? Должен сказать, что... Во-первых, хорошо есть. Это мы поняли. Во-первых, потому что кто хорошо ест, тот хорошо работает. И должен вам заметить, что я был одним из активных участников кружка драматического «Молодая гвардия» в Саратовском дворце пионеров. И был влюблен в девушку из хореографического кружка. Но мудрее всех баба Аня дала программу. Ее звали Нина, она была курносой, вся в веснушках. Да? Я даже согласился суховее танцевать, потому что трогать ее разрешили. А баба Аня, значит, посмотрела, и что-то там... А Нинке что-то показалось, что я вроде куда-то налево смотрю. И она так подошла и сказала, дочка, их хоть 77, а ты хозяйка всем. Вот и все. Если говорить об Олегу Павловичу, места поражались. Я когда поступила, я училась у него на курсе, и я помню, что даже те студенты, которые не рептировали с ним, сидели на репетициях, и все были влюблены. Мальчики, девочки, в него просто вот... Он вот был всем. Вот такое солнце для нас. Отец, друг, великий учитель. Ну вот все-все-все в одном лице. Вот Табаков, наверное, человек, который идет вперед и ведет за собой других. Вот я так могу сказать. А давай попроще. Когда помер Олег Николаевич, ну я понял, не то, что я мечтал, что я буду руководить этим театром и так далее. Это глупости. И я так не хотела, я так плакала, так не хотела, чтобы он шел руководить. Марина, а почему плакала тогда? Вы знаете, понимала, что будет мало времени, а на меня, на Павлика. Я уже хотела очень ребенка, к тому времени, второго, я вот, Павлик, по-моему, пошел в школу, ему 7 лет было, и я очень хотела ребенка. И в тот момент, когда потом ревновала, ревновала, потому что у нас был очень успешный театр, и, если уж так говорить, табакерка звучала, гораздо звучнее, чем МХАТ на тот момент, то есть во МХАТ не хотели... Америку! И получилось так, что вот Олег Павлович взял руководство Московским художественным театром, я вообще, у меня вот это желание как-то пропало, потому что такая нагрузка психологическая на мне была, но когда ты рядом с человеком, ты пропускаешь сквозь себя все равно все проблемы, которые сваливаются на него, хочешь ты или не хочешь, то есть ты так же загружен. Вот, и когда только-только чуть-чуть жизнь наладилась, я как-то так вздохнула и поняла, что вот, я опять, я хочу ребенка. И появилась Машка. Да. Ваше прекрасное вознаграждение. Вот, надо рассказать, наверное. Все говорят там, как делаются дети, чего... Мы не будем рассказывать, Олег Павлович, все знают, как делаются дети. Нет, я... Я не инструктор. Ну, ты про... Про поездки. Я про то, что Маринка где-то там... Какая-то халтура у нее киношня была. У тебя в Венгрии не халтура, а хорошая музыка. Ты снималась где-то, и вдруг... Ну, хорошо. Она как-то выкрылась и сказала, что она прилетит ко мне в Венгрию. А я там снимался у Иштван Саба, обладатель Оскара, ну и так далее, и так далее. Ну вот, и она прилетела на сутки. И улетела. Оттуда что-то... Да, с Машей. Нет. Ну, улетела она не... А улетела с беременностью. Я говорю. И вот за эти сутки была создана Мария. А вы знаете, Олег Павлович, а вы знаете, что это не родители решают, когда появится ребенку, а ребенок, ну или душа там сверху, определяет, каким родителям прийти, в какой момент. Наверное. И прийти ли. Ну, у нас есть такая замечательная история под названием «Народная линия», где свои вопросы могу задавать моим гостям не только я, а обычные и простые люди, которые так вот в жизни и не осмельцы, может быть, подойти и спросить. Давайте предоставим им такую возможность. Олег Павлович, какая черта вашего характера помогает вам в жизни больше всего? Спасибо. Я прору только вперед. Это правда, это и заметно. Еще один вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, с какого возраста можно приобщать детей к театру? Спасибо. Маш, ну ты, наверное, тут знаток. Не знаю. Четыре годика. Ну, когда ты первый раз послышал? Четыре. Ты помнишь этот момент? Да. Еще один вопрос, с вашего позволения. Да. Марина, почему вы не взяли фамилию Олега Павловича? Я достаточно рано стала сниматься в кино, лет с 19. Ну, глупо было бы менять фамилию, ну, просто потому что меня все уже знали под этой фамилией. И потом я решила, может быть, моему отцу тоже будет приятно, пусть у меня будет другая фамилия. Вот. А фамилию носит дочка и сын. Мне кажется, этого тоже достаточно. Трудно не согласиться. Ну, еще один вопрос. Олег Павлович, а если ваши табакерки предложат более просторное помещение, вы перенесете театр туда или для вас важнее история подвала? Сергей Семенович Собянин, наш мэр, записал в своем, как это? Ежедневнике. Ежедневнике. Тогда она уже не будет, наверное, табакерка. Это будет что-то другое. Это вы знаете, я не люблю, когда говорят табакерка, я называю подвал. Для вас дороже, важнее и значимее МХТ или табакерка? Разные вещи. Подвал – это мои дети. Ну, вот что для вас МХТ? В этом театре, в МХТ, я видел самый великий спектакль, драматический. Это были три сестры, поставленные Немировичем Данченко. В общем, я поняла, подвал – это дети, а МХТ – это судьба. Наверное. Наверное. Видите, я же собирался, как бы это сказать, свалить. Не пущают вас? Ну, это вопрос другой. Ладно, это… А мне кажется, надо Олег Павлович кокетничает, потому что, если бы он сам не хотел, я думаю, никакой… Ну, наверняка он меня не заставил. Конечно, никто не может его заставить делать то, что он не хочет. Друзья мои, ну, не могу не спросить у вас, в чем заключается секрет вашего семейного счастья в семье табаковых. Есть сын и дочь. Это очень большой подарок судьбы. Не знаю даже, с чем сравнить. Это, конечно, Господь Бог наградил. По-другому никак не скажешь. За что – не знаю. Машуль, а тебе как кажется в семье табаковых какой секрет счастья? Мы все дружные, мы все доверяем друг другу и даем советы. Если кто-то что-то не понимает или у кого-то чего-то не получается. А вы знаете, Маша сняла… Она не фильм сделала, она сделала такой фильм, как бы маленький. И из наших фотографий подобрала туда музыку. Вот. Это какой-то такой ответ. Они, конечно, рожденные в любви дети, абсолютно вот, действительно. За счет них я и держусь. Мы любим друг друга, мы занимаемся почти общим делом. И для каждого из нас, каждая – это поддержка своего рода. Спасибо вам большое. Спасибо тебе. За вашу искренность, за то, что вы пришли. И я, конечно же, не отпущу вас без подарков. Да, вот. Начну с цветов для Марины. Я не дарю, как вам приносят ваши зрители. Ой, спасибо. Я дарю живые, эти не завянут. Мясо готовишь отменно, поэтому, барбекешница, пожалуйста, продолжай творить в том же духе. Я знаю, что Машуни очень любят творить. Здесь специальные краски, ты можешь ими рисовать где угодно. Вот специальная коробочка, в ней футболки, там можно добавить любые рисунки к ней. Здесь, боюсь, что я даже не подниму, наверное, ой, такой... Давайте я помогу. Все, Пашка, ну все. Это уже не только от нашей программы, но и от всех московских и подмосковных фермеров. Вы же, как кот Матроскин, любите молоко, сметану, да? Теперь я в два раза счастливее стану. В общем, здесь все это есть. Спасибо. Все это вам. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо. Замечательная семья Олега Табакова сегодня была у меня в гостях. Марина Зутина, Павел, Маша. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь до следующей недели. Ходите в гости по воскресеньям. Пока. Спасибо. 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 Очереди вам в хат и табакерку. Сотни благодарных учеников. Целых два памятника в Саратове. Это ли не лучшие свидетельства таланта Олега Табакова и безграничной любви к нему зрителя? Гости. Приходите через неделю. Приходите через неделю.